Я постараюсь коснуться сегодня несколько таких вещей, которые помогут нам увидеть, возможно, те стороны в жизни, которые нуждаются в восстановлении или же прорыве, или же в движении. Вообще-то на сердце моем лежит такое как бы направление этого слова – это действие Святого Духа в нас. Я верю, что Дух Святой – это действующая Личность. Также я верю всем сердцем, что Первоапостольская Церковь, она была действующей Церковью. Когда Иисус, Он говорил о нивах, которые побелели, Он также говорил о тех вещах, чтобы они молили Господина Жатвы. Иисус Христос, когда покидал эту землю, Он дал определенное наставление Своим ученикам. Это было нелегкое время для учеников Его, потому что после, как была произведена казнь над их учителем, никакой популярности, никакой славы, наоборот, страх, они прятались от иудеев. Это очевидно было, когда Иисус стоял во дворе первосвященника, и Петр грелся у костра. Это смелый человек, отважный, храбрый человек, который не боялся ничего. Если анализировать этого человека, то мы видим его, как одного из выдающихся учеников Иисуса, который первый, Он двигался вперед. Это тот, который вышел из лодки и мог пойти по воде. Это тот, который в самых трудных обстоятельствах в Гефсиманском саду, Он не стал прятаться, но Он взял меч и кинулся, чтобы защитить Иисуса. Но там, в этом дворе первосвященника, что-то произошло. Они никогда не видели такого Иисуса. Они никогда не видели того, которого считали Мессией, который стоял там, на котором была порвана одежда, который был избитый, кровь текла. Над Ним смеялись, унижали. Среди той толпы в этом дворе Иисус просто был никто. Он был приговорен к казни. Над Ним глумились. Слово Божие говорит, что издевательства, которые были над Иисусом, они были самые тяжкие. И вот Петр, стоя там у костра и смотрел на все это, мы не знаем, что на душевном уровне происходило в этот момент, потому что он никогда не видел такого Господа, как он видел в этот момент. Но одно мы знаем, когда одна из служанок, она подошла к нему и сказала, не ты ли из тех, кто был с ним? Мы видели тебя, ты был точно. И что-то стало происходить с Петром, с этим отважным, храбрым человеком. И он стал говорить, нет, нет, вы ошиблись, вы ошиблись, что-то, вы с кем-то меня путаете. Нет, я не знаю его. Но, как этот человек, который буквально несколько часов перед этим, он мог говорить ему, Господи, я жизнь свою отдам за Тебя, душу положу. Страх. И вот Иисус перед тем, как покинуть землю, он говорит им такое слово, он говорит, вы не отлучайтесь из Иерусалима, не отлучайтесь. Вы, которые, возможно, сейчас и обрадовались тому, что я воскрес, но вы не знаете, как дальше жить, что делать дальше. Я оставляю вас. Но, знаете, я хочу, чтобы вы ничего не делали до того момента, пока вы не обличетесь силою свыше. Они обрадовались, они думали, возможно, это то время, когда Он, как Мессия, откроется всему миру. Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? На что ответил Иисус? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но Он указал на то, что они должны знать, в чем должны пребывать, развиваться и жить в этом. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Халилуя! Вот почему Первая Апостольская Церковь, это была движущая церковь, действующая церковь. Никто еще при современной технологии, при том, что мы имеем, при том, что мы можем охватить весь мир, у нас нету тех результатов, как было у тех людей, которых было, может быть, больше, чем сотня, несколько сотен человек, которые вышли после исполнения Святым Духом и стали благовествовать это Евангелие. Мы не знаем больших результатов, как результаты первого столетия, когда целые страны, они принимали Спасителя Иисуса Христа, где города, которые были в полном разложении, Каринф, Ефес, где было поклонение богам, где строились храмы, где сексуальные извращения, они просто были легализованы настолько, что это было нормой. Это было не просто нормой, люди гордились этими вещами, что они жили во грехе. И вы знаете, в этих городах были многочисленные церкви, где сила Божья была настолько мощной, что люди изменялись, преобразовывались, изменялись они в образ Иисуса Христа. Свидетельство было настолько сильным, что эти места, твердыни дьявола, его престолы, они были разрушены проповедью Евангелия. Это не просто были слова, это было движение Святого Духа через этих людей. Рассуждая или же размышляя над этим, я вижу, что есть определенная дистанция между той церковью и сегодняшней. Дистанция в том, что мы научились обходиться без Духа Святого. В том, что сегодня нету такой нужды. Мы научились многие вещи компенсировать в церкви. Мы сегодня в какой-то сфере уже не просто конкурируем с этим миром, но в каких-то сферах мы обошли его. Сегодня мы больше хвалимся нашими зданиями, как все выглядит, как все должно стоять у нас правильно, как все смотрится, как впечатлять это должно. Вы знаете, это все связано с тем, что сегодня этот мир имеет. И сегодня церковь. Посмотрите, у нас есть лучшая аппаратура, у нас есть все лучшее, лучшая музыка, у нас есть то или другое. Мы люди, посмотрите, мы современные, как мы одеваемся, как мы смотримся, на каких машинах мы ездим. Все у нас должно быть по высшему классу и то и другое. И это, говорят, выражения нашей веры. Дорогие, я хочу, чтобы сегодня мы могли понять, самое важное, что Иисус Христос хотел донести своим ученикам, когда покидал эту землю, он сказал, ничего не предпринимайте, ничего не делайте, ничего. Он знал, что эти люди буквально несколько дней назад, они заперлись от страха, находились в страхе, заперлись от иудеев. И он знал, что ничто не может изменить их. Единственное, это нужно дождаться этого движения с неба, этого ветра Духа Святого, чтобы они были наполнены. И буквально мы знаем, когда написано, сделался шум, как от несущего сильного ветра. И Дух Святой сошел в эту горницу. Кто мог знать, что там эти люди в течение 10 дней продолжают молиться и ожидать? Кто мог знать? Но когда Святой Дух сошел, узнал весь город. И город пришел в движение. И тысячи людей, что-то привлекло их, что-то произошло с населением того города, Иерусалима, они пошли. Тысячи людей собрались посмотреть на это явление. Что это? Вы знаете, та церковь, в отличие от сегодняшней, не демонстрируют концерты, не демонстрируют представления каких-то христианских звезд, они могли проявить эту славу, которая сошла через Дух Святой на них. Люди, видя этих простых людей, не то, что которые имели ученость. Сегодня, вы знаете, хотят подчеркнуть, или так сказать, свой авторитет, как-то поднять своей ученостью, какое у тебя образование, а сколько ты закончил, а сколько у тебя... Вы знаете, я очень уважаю людей с высшим образованием, теологическое образование. Все это должно быть, но не это является основой нашей христианской жизни. Это все должно служить, чтобы нам еще больше познать Иисуса, но не это является основой, чтобы мы имели авторитет и влияние на людей. Вы знаете, самое главное, на что указал Иисус, что вы примете силу, и вы, когда сойдет Дух Святой, и тогда, вот с этого момента, вы будете мне свидетелями. Мне. Мои будете свидетели по всему миру. Вы будете свидетелями. Мы можем собираться сотнями по воскресным дням. Мы можем приходить, потому что хорошее пение. Мы можем прийти, потому что что-то новенького, может быть, услышим в проповеди. Мы приходим кого-то встретить, поговорить о бизнесе. Вы знаете, сколько людей не торопится, когда уже идет прославление, стоят в холле, разговаривают, обсуждают рыбалку, охоту, бизнес, какие-то дела, машины, акшены. Стоят просто они. Нету ни трепета, нету. Что это сегодня? Это как раз та разница между тою церковью и сегодняшней. Я хочу подчеркнуть, нам сегодня нужно, как никогда, обновление этим же Духом Святым, который сошел 2000 лет назад на эту землю, который потряс Иерусалим, и тысячи людей сбежались на то место смотреть, что же происходит. Сегодня нам нужно это. Сегодня одна из серьезных причин, почему пассивность в христианстве, почему сегодня мы можем собраться, и нам безразлично, что делается за стенами этой церкви. Нам все равно, кто сегодня погибает от наркотиков. Нам все равно о тех людях, которые сегодня во грехе. как хочется, чтобы движение Духа, о котором сказал Иисус, а Дух Святой – это движение, чтобы по-новому обновил нас, сошел на нас. Несколько таких мест священного Писания, которые в подтверждение я хочу прочитать. 1 Ефесянам, всем нам известно, это 3 глава, 20-21 стих. «А тому, кто действующего в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. А тому, кто действующую во мне силою». Он действует во мне, возлюбленный. Он не сидит, он не спрятался, не просто отсиживается и ждет, когда мы позовем. Дух Святой, который во мне, он действует свою силою. Мы должны поверить в это, принять это, и не просто смотреть, как же он будет действовать, быть участниками, он, без нас, он этого не делает. Но он ожидает нашего движения. Ефесянам также 3 глава. 7 стих. Апостол Павел говорит здесь. Его речь обращена к этой церкви Ефеской. Он говорит о том, что Бог, он послал его к язычникам, что Бог делал через него. И он говорит также в 7 стихе. «Которого служителям сделался я под дару благодати Божией, данной мне действия силы его». Действия. Вы знаете, дьявол приложил все, чтобы успокоить сегодня христиан и ждать какого-то особенного действия, особенного момента. Вот когда-нибудь мы дождемся возлюбленной. Две тысячи лет назад церковь дождалась. И теперь Дух Святой, который не может стоять на месте, он всегда в движении. От самого начала, когда Бог творил вселенную, то Дух Божий носился над водою. И написано, Бог сказал, и стало все осуществляться. В нашей жизни Дух Святой, Он не сидит, Он действующая личность. Он движется. И Павел говорит об этом, что по дару благодати Божией данной мне действия силы его. Данной. Мы имеем. Бог дал нам. И если я действительно крещен Святым Духом, то я не могу просто Богу сказать, Господь, Ты видишь, какой я слабый, у меня нету способностей. Я не могу быть таким проповедником, как вот тот человек. Если бы я увидел какие-то задатки в своей жизни или какие-то я увидел способности, таланты, но во мне нету, Ты же знаешь, Господь. Возлюбленный Бог не ошибся, когда Он однажды коснулся нас и призвал нас. Он не ошибся. Апостол Павел Коринфянам говорит, посмотрите, кто вы избранный, избранный, кто вы? Много ли из вас мудрых? Много ли из вас знатных? Много ли из вас таких людей способных? Но не мудрое избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Незнатное. Вы знаете, у Бога есть свой план. Это чтобы не мы своими какими-то достижениями достижениями прославляли Его, а чтобы то, что мы от Него приняли, то, что мы имеем, то, что имеет тенденцию всегда двигаться, это Его сила в нас. Он хочет, чтобы мы так же вошли под это. И вы знаете, в другом месте Павел говорит о том, чтобы приписывая слава, она была не людям, а Богу. Не людям, а Богу. Слава вся Богу. Он достоин всей славы. Еще на одно место я хочу, чтобы мы обратили внимание. Это Деяние апостолов, 14 глава. Третий стих. Здесь сказано так. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который во свидетельство Слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Обратите внимание, что смело действуя о Господе, они смело могли действовать. Кто? Люди, в которых движение было Духа. Возможно, сегодня нам нужно обновление, чтобы ощутить это движение, чтобы начать в этом плане двигаться, чтобы действительно мы не остались людьми, мимо которых пройдет все, что Бог определил, а были именно в этом движении Божьем. Для этого нужно иметь это чувствование, которое во Христе, чтобы быть в этом движении. несколько есть вещей, которые дьявол использует, чтобы останавливать нас. Это одно из таких его орудий, это страх. Он использует страх. Как ты будешь смотреться, как о тебе подумают, а ты уверен, а ты знаешь, что это действительно Господь. И ряд, ряд вещей, которые приходят в нас, останавливают от того, что мы уже получили в Боге, и то, что может открыться в нас. И люди боятся этого. И они хотят такого подтверждения, такой страховки, такой гарантии, что не будет у них никаких срывов, никаких ошибок. Но вы знаете, как раз этого Бог и не определил. Бог определил нас, чтобы мы были послушны, чтобы мы двигались, чтобы мы не останавливались в этом движении. Плюс ко всему, если в нашей жизни есть какие-то осечки, промахи, ошибки, падения, это как раз те стороны слабые, которые Господь высветит, чтобы укрепить их, чтобы на следующем этапе мы уже не были пойманы дьяволом, а пошли дальше. Написано, что все содействует ко благу, те, которые любят Господа, которые стремятся к Нему, те, которые любят Его, у них цель – это Иисус. И то, что Он имеет в Своем сердце, наш Господь Иисус, это передается. Одно из главных определений, что Иисус сказал, Он сказал, чтобы проповедь Евангелия достигала душ людей на этой земле, и чтобы проповедовалось оно до края земли. Одно из сильных поручений, да, рост духовный, обрезание, формирование, разные вот эти вот моменты, все это на этом пути, но цель наша – это Иисус, у Которого в сердце, чтобы проповедано было Евангелие. Когда мы стремимся к Иисусу, мы будем также стремиться, чтобы благая весть распространялась через нас, нашу жизнь, наши дела, поступки, наши слова, на работе, на улицах, в магазине, где бы мы ни находились, друзьями. Благая весть, благое слово, наша жизнь, атмосфера, которой мы наполнены, что Иисус – жизнь моя, она распространяется. Вы знаете, когда наш фокус, он переключается на то, что Иисус сказал, посмотрите, как побелели нивы и готовы к жатве. Когда мы начинаем в этом молиться, об этом, когда мы начинаем брать это бремя, то это действие Духа Святого в нас начнет распространяться, и Бог незначущих, немощных, неизвестных людей, которые не представляют важности в этом мире, Он как раз через них будет прославляться в эти дни на этой земле. Аллилуйя! Уныние – это тоже один из таких орудий, которые использует дьявол. Такое орудие, которое он использует сегодня в христианстве – унылый дух. Написано, он сушит кости. Исайя говорит в 61 главе о том, что вместо унылого Духа он даст славную одежду. Славную одежду даст. Есть вещи, которые приводят нас в это состояние унылости. Уныло, унылый Дух – это состояние, когда человек, он чувствует себя очень усталым, подавленным, отсутствие радости, жизненной способности, дееспособности. Не просто усталости, а не хочется ничего делать. Это состояние, когда люди, они не хотят ничего, не отдыхать и не работать. Они не знают, что с ними в этот момент. Они хотят Бога, но они не хотят что-то приложить к этому. это состояние подавленности, унылости, вот этого вот, этой печали мирской. Это то состояние, которое приводит к людей, когда они перестают изучать Писание, перестают пребывать в молитве, они просто ищут каких-то моментов, чтобы где-то на что-то опереться, чтобы кто-то мог. Конечно, нужна помощь, нужна поддержка, но я хочу сказать, что что-то нарушено, почему это состояние сегодня накрывает. Оно останавливает от того, что Бог хочет сделать через этого человека. И сегодня необходимо это обновиться в его силе. Как мы читаем 40 глава Исаия, что устают и падают, и молодые люди, но обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Не устанут. Это сила, действующая в нас. Это сила Духа Святого. Не устанут. То, что внутри нас заложено Богом, это мощный потенциал на реализацию и исполнение Его воли и исполнение Его планов. Выполнение Его работы на этой земле. Не нужно бояться. Сегодня дьявол запугал. Нет, ты сиди, ты просто приходи. Сегодня христианство, оно просто стало воскресным. Воскресенье пойдут, среди недели нет. Нет, вот это еще сделаю. Вот это. Да нет, я к этому не призван. Кто сказал, почему ты к этому не призван? Кто сказал, что ты этого не можешь делать? Кто сказал, что Бог не определил тебя, чтобы использовать? Кто это сказал? Я вам отвечу. Это дьявол. Он заинтересован. То, что от Бога принято тобою, чтобы оно не высвободилось. Но Его Слово говорит, Павел сказал, что я все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе. Есть сила в Боге. И Он даровал ее нам, чтобы использовать нас. Поэтому пророк Захария говорит, что не воинством и не силою, не то, чем мы думаем, что мы можем осуществить Его планы. Нет, не нашими способностями, не нашу силу, не нашей подготовленностью. Он говорит, не силою и не воинством, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Есть сила в Его Духе. Он послал Духа Святого, чтобы мы наполнились эту силу и свыше. И вот эта способность от Него, которую мы имеем. Мы читали, это третья глава, второе послание Коринфина. Целая неделя у нас была молитва. И мы молились на третью главу второе послание Коринфина. И молились за все эти места, которые Бог ложил, и братья делились, и это было очень таким большим благословением. 12 стих этой главы сказано, имея такую надежду, какую, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Он дал. Он нас делал этими людьми. Он вложил в нас это все. Он дал. Имея эту надежду, мы действуем. Мы, когда мы приняли от Него, мы действуем. Действующая сила Святого Духа. А тому, кто действующего во мне силою, мы действуем в этой силе с великим дерзновением, с великим дерзновением, со смелостью. Да, будут страхи. Если бы не было страхов, не нужно было писать, чтобы мы были дерзновенные. Но раз есть страхи, мы с великим дерзновением. Когда страхи, когда все против нас выстраивается, мы имеем эту силу Божью. Мы приняли ее. Тот, который в нас, Он больше того, кто в этом мире. Его действующая сила в нас. Поэтому мы действуем с великим дерзновением, со смелостью. Идем против страхов, уныния, всяких вещей, которые дьявол выстраивает, чтобы остановить нас. Возлюбленные, его семя, которое в нас, его боится, этого семя не боится дьявол. Это семя должно развиться в нашей жизни. Сегодня мы будем молиться во время этой молитвы. Я хочу. То, о чем вы слышали сегодня, то, что имела Первопостольская Церковь, то, что имеем мы сегодня в эти дни, это Духа Святого, о Котором сказал Иисус. Вы примите силу, когда сойдет Дух Святой. Некоторые говорят, что Духа Святого мы приняли, а силы нет. Вы знаете, если мы приняли Духа Святого, не может быть, чтобы Дух Святой был без силы. Это значит, что если мы приняли Святого Духа, сила Божья находится в нас. Вопрос, почему эта сила не проявляется, я понял одно. Одна из главных причин это отсутствие жажды по Богу и бездействия. как только мы начинаем двигаться, эта сила начинает проявляться. Как только мы возлагаем руки на больных, как только мы идем и благовествуем Евангелие, как только мы посещаем кого-то, сила Божья начинает двигаться. Исцеление человек, который имел сухую руку, правую руку, не пришло просто потому, что он так сильно верил. Он был послушен Слову Божьему. И Иисус поднял его, поставил посередине и сказал, протяни. Рука, которая не работала в его жизни, как протянуть? У нас сразу этот вопрос бы поднялся. Как можно? Она же не действует. Но здесь акт послушания. И как только он попытался это сделать, сила пришла на то, чтобы она заработала. Священники, когда подошли к Иордану, они взяли ковчег. Они не ждали, пока Иордан остановится. Они пошли в эти воды. Они не знали, до какой глубины им идти. Они просто несли ковчег и были послушны. Они шли. И вот они дошли до середины. Я не знаю, какая там глубина. Или как они шли и несли этот ковчег. Но Бог остановил, когда они двигались и не останавливались в воды Иордана. Когда мы начинаем двигаться в послушании Божьего Слова, эта сила, действующая в нас, начинает проявляться. Возрублены, в этом направлении я хочу молиться, чтобы сила, которая в нас, она не где-нибудь придет. Эта сила в нас, мы прочитали это в Писании, так говорит Слово, а тому, кто действующую в нас силою. В нас эта сила, и она действующая, но она проявляется по мере того, как мы начинаем двигаться. Эта сила начинает проявляться. Я хочу сразу подчеркнуть, что на этом месте Божья благодать, она такая могущественная. Я попрошу, чтобы группа могла пройти сейчас. во время этой молитвы Господь будет прикасаться к вам. Некоторые люди, они настроены на то, чтобы, когда вот пастор помолится, и это, да, я буду непосредственно возлагать на всех вас руки и молиться о благословении, но вы ожидайте прорыва от Господа, вам нужен прорыв. я не знаю, кому сейчас это слово, но есть человек, который должен услышать это. Вы находитесь в том состоянии, когда вам кажется, что слово, которое однажды Бог говорил в вашу жизни, оно уже не имеет никакого смысла. я сегодня хочу вам сказать, это слово пришло в мое сердце прямо сейчас, я не знаю, кто это, мужчина или женщина, но я хочу обратиться к вашему сердцу. Бог не забрал своего слова от вас, Он ждет вашей реакции. Прошло время, вам кажется, что уже все упущено, его слово имеет силу. Я не знаю, к чему вас Бог призывал, но вы знали точно, Бог вас призывал. Возможно, это прошли годы, вы сегодня в этом зале, Господь обращается к вам, Он говорит, я не забрал своего слова, которое я высвободил в вашу жизнь, в вашу судьбу. на этом месте будет происходить исцеление. Никогда нибудь сегодня Бог будет прикасаться к вам Своей силой. Я также хочу обратиться ко всем, которые сегодня с нами через онлайн, в особенности члены нашей церкви. мы также будем молиться, чтобы вы были благословены там, где вы находитесь в доме или еще где-нибудь, чтобы действительно вы приняли сегодня то, что Бог определил, чтобы вы были действующим человеком, чтобы помазание, которое в вас, оно было проявлено через вас. Вы знаете, во время молитвы вам не нужно ничего предпринимать ашеры позаботиться, мы, как всегда, начнем с этого сектора. Вам все, что нужно, быть послушным служителям, которые вас будут направлять. Но сейчас, перед тем, как мы начнем молитву, уже я ощущаю это движение и молитвенный дух на этом месте Божьего помазания. давайте давайте мы поднимемся сейчас. Я попросил группу, чтобы они пели песню о Святом Духе, о той личности, о которой сказал Иисус. Он неоднократно обращал их внимание на личность Духа Святого. Он говорил лучше для вас, чтобы я ушел. Я умолю Отца моего, и Он пошлет вам другого утешителя. Я знаю, есть люди сегодня на этом месте, которые нуждаются в утешении. Вы устали бороться, вы устали, возможно, вы находитесь в состоянии, когда уже долгое время вы не ощущаете близости с Иисусом. Кто-то уже привык к этому состоянию, кто-то уже научился в этом состоянии имитировать, что все нормально. Но там в глубине вы продолжаете ощущать эту тоску по своему Господу. Он прикоснется к вам сегодня. чтобы вы имели прорыв в жизни. Кто-то сегодня исцелится от душевных ран. Есть люди, которых дьявол поймал как в капкан из-за травм. И эта боль, она не оставляет вас. Кто-то неправильно с вами обошелся, кто-то, возможно, предал вас. чьё-то слово очень жестоко ранило вас. И эта боль сегодня в его присутствии, когда вы позволите, он прикоснется к вашей ране. Вы будете исцелены. Это день восстановления. Вместо унылого духа славная одежда. Халлилуйя. Халлилуйя. Я хочу, чтобы мы сейчас сосредоточились на этой личности. Сосредоточились. Принимайте сейчас, когда мы будем просто очень нежно в его присутствии обращаться к нему, просить его прикосновения о том, чтобы он обнял нас, чтобы он взял на свои объятия, чтобы он наполнил нас. Халлилуйя. Чтобы он поднял нас от этих проблем, которые сдавливают нас, от этих обстоятельств, где мы устали ходить по одному и тому же кругу, замкнутому кругу. Возлюбленные, я не просто говорю, какие-то слова, лишь бы сказать. Я ощущаю это движение на этом месте. Халлилуйя. Халлилуйя. О, халлилуйя. Халлилуйя. Огружи меня, Дух Святой, а а и и а а и а подними над землей, над землей, над землей. Погрели меня, Дух Святой, подними меня, Дух Святой, подними меня, подними над землей, над землей, над землей. Погрели меня, подними над землей, над землей, над землей. Окружи меня, Дух Святой! Подними меня, подними! Над землёй, над землёй, над землёй Подними меня, подними! Над землёй, над землёй, над землёй Окружи меня, Дух Святой! Окружи меня, Дух Святой! Подними меня, подними! Над землёй, над землёй, над землёй Подними меня, подними! Над землёй, над землёй, над землёй Лишь в ладонях Твоих Ощущаю любовь Лишь в ладонях Твоих Ощущаю тепло, любимый Отец Лишь в ладонях Твоих Любимый Отец Лишь в ладонях Твоих Ощущаю тепло, любимый Отец Любимый Отец Любимый Отец Любимый Отец